На секунду прерву тебя, после нашего громадного события, что мы делали недавно, у многих слетел колокольчик, поэтому, пожалуйста, проверь его, и если его нет, нажми на показывать все оповещения, это прям очень важно. Сори, что оторвал от видео, поехали. Всем привет, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня произошло то, о чем меня просили, наверное, лет пять, буквально лет пять, наверное, меня просили, но я не помню, на самом деле два года точно было, поиграть в Дангаромпу. Значит, я тебе сразу скажу, я почти уверен, что я не буду проходить Дангаромпу дальше, прям почти что сто процентов, ну девяносто девять процентов, что я не буду ее продолжать. Единственная причина, по которой я могу это продолжить, если тебе она настолько понравится, я увижу, что это видео зайдет вам, вот, потому что эта игра прям долгая, а подписываться на долгую игру, которая точно не вкатит никому, я не уверен, но, так как меня очень многие люди просили, меня все больше и больше знакомых просило поиграть в эту игру, я решил попробовать. Вот, это унямэ, так что, окей, я поставил русский на нее перевод, потому что почему бы и нет. Язык озвучки, английский, да, конечно, английский, я ж это. Сложность логики, нежная, хорошая, подлая. Сложность действий, нежная. Блин, ну я бы хотел, чтоб со мной, чтоб со мной понежнее было. Все, ложность логики нежная и сложность действий нежная. Будет со мной понежнее. Вот, это анимэ. Я не знаю, что это значит, не спрашивай меня, что ты на меня смотришь. Ты ожидаешь, что я тебе что-то объясню? Ну это наивно, вот прям сейчас конкретно ты что-то наивное мне говоришь. Я не думаю, что я тебе смогу что-то объяснить. Над центральным районом города возвышается огромное здание академии. Складывается впечатление, будто вокруг этого места вращается весь мир. Но не складывается, обычная академия. Академия пик надежды. В эту финансируемую правительством школу набирают лучших в своей эфир деятельности. Говорят, если поступишь сюда и сможешь выпуститься, перед тобой будут открыты все двери. То есть взломщиком станешь. На протяжении многих лет школы выпускают всех своих стен, самых талантливых и перспективных. Она построена, чтобы всерять надежду в сердца людей. Поэтому пик надежды весьма подходящее название. Обалденная надежда ракетой в космос. Чтобы поступить в эту академию, необходимо соблюсти два условия. Во-первых, нужно уже учиться в старшей школе. Ну то есть я, мне еще два года, так что я могу. Во-вторых, необходимо быть лучшим в своем деле. Но я явно лучший. Но обычному ученику сюда путь закрыт. Академия сама найдет вас, если вы достойны этого. Сидишь в ванной, и хуяк Академия к тебе такая. Дорогу. А это я. Кто я? Я стою у ворот абсолютной школы, наполненной абсолютными учениками. А выгляжу я как абсолютный бомж. Вот он я, абсолютный стример. Полагаю, для надежды мне нужно представиться. Меня зовут Макото Наэги. Какой Макото? Какой Наэги? Андрюха. Андрюха, наеби. Не проживешь, не наеби. Наеби, не проживешь. Вот, Андрюха, наеби. Вот он я. Как видите, я самый обычный ученик старшей школы. О, нет. О, нет. Обычный. 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 Я ничем не выделяю. Никаких необычных хобби. Я обычный, обычный. Обычный. Я тот, кто я есть. Я понял. Ты утомил меня. Серьезно, взгляните на меня. Я самый... Да ты, зайка! Вот он я. Стою перед совсем необычной Академией Пикна... О, господи. Все еще не могу поверить, что я нахожусь здесь. Интересно, удастся ли такому, как я, выжить в подобном месте? Позвольте рассказать вам, как я готовился прошлой ночью к этому дню. Бухал. Анонимус. Давайте продолжаем. Кое-то из моих друзей кого-то там знает. Пик надежды приглашает только тех учеников, которые являются мастерами своего дела. В сети есть куча обсуждений, посвященных исключительно ученикам. В целях подготовки я взглянул на них. И все, что увидел, это разговор абсолютных, которые далеко бы позади всех оставили обычных. О! Вот, например, это абсолютный, абсолютнейшая поп-звезда. Иван. Он старшеклассница, а также ведущая вокалистка поп-группы, знаменитой на всю страну. Блин, молодец, Иван. А это еще один абсолютный бесполист. Олег. Он был клинап-хитером в команде чемпионов на соревнованиях среди старших школ. Многие профессиональные клубы уже положили на него глаз. Спасибо, Олег. Ой. Блять, спасибо, Олег, ты что? Также есть абсолютная модница. Оцените новейшую подборку самых модных платьев. Хорошо. Она снялась для обложек сотни модных журналов. Любая старшеклассница хочет быть похожа на нее. Ты хочешь? Ой, вон в груди вверху. Прикольно, ладно, она хорошая. Ебать. Еще есть абсолютный байкер. А что такое абсолютный байкер? Как это вообще оценивается? Глава самой большой банды байкеров в Японии. Его боятся и почитают правонарушители всей страны. Ах ты! Сверх того упоминался абсолютный боец, абсолютный автор Додзинси, абсолютный азартный игрок, абсолютный пловец, абсолютный программист, абсолютный ясновидящий. Ха-ха-ха! Абсолютный ясновидящий. Нормально это в битве экстрасенсов победил. Читая все это, я осознавал свою никчемность перед ними, ведь они лучшие в своей стране. Я чувствовал себя маленьким домашним котенком, попавшим в львиную стаю. И все же было еще кое-что, о чем я не мог перестать думать. Как Иван так красиво оделся? Среди всех этих абсолютных учеников я единственный, у кого нет стоящего таланта, так? Но если это правда, то что насчет людей, информации о которых нет в сети? Значит ли это, что я не единственный ученик, не имеющий подобного перечня достижений? Такой шаг, шанс слегка обнадеживал. Но помимо этого есть куда более интересный вопрос. Как много я могу еще разговаривать сам с собой? Бау, в результате выбор на вас, и мы просим вас присоединиться к нашей академии в роли абсолютного везунчика. А-а-а, они лотерею провели. Было предельно понятно, что выбором по чистому везению. Но узнав, что выпускником этой школы гарантирован успех, я не мог устоять. Однако теперь стоя перед академией, я чувствую, что мне тут не место. Я очень растерян и напуган. В нем говорил, что сбор всех поступивших в вестибюле школы в 8 утра. Ты пришел на день в 6, потому что так долго разговаривал сам с собой? Ты опоздал уже часа на 4. Думаю, мне стоит пройти внутрь. Так проходи уже! Так ладно, поехали. Да проходи! Я собрал все свое... Да мать, проходи! Дело первое... Наконец-то, давай! Так, здесь мы должны встретиться, да? Похоже, я первый, кто... Как? Они что, тоже стоят там за улицей и такие... Так, я абсолютный ученик. Я так думаю об этом. Я так хороша. Ой! Ой! Как я хороша! Оооо! В углу висели весьма изысканные часы. Они показывали 7-10. А во сколько я прибыл тогда? Встреча начнется не раньше 8, так что у меня в запасе еще целых 50 минут. Ты не абсолютный математик, точно? Пожалуй, вполне логично, что здесь никого нет. Макрота, ты, конечно, хорош. Я был так жалован, что пришел сюда слишком рано. До встречи еще много времени. Просто ждать не совсем то, чему я хочу заняться. Я еще сам с собой поговорю. Абсолютная тревожность. Мне стоит как следует осмотреть школу. Возможно, это поможет немного успокоиться. Я уже ученик этой академии. Так что здесь я могу прогуляться, верно? А еще это поможет убить немного времени. Себя убить. Зачем? Зачем ты брал какие-то камешки с земли и ел их? Тебе херово стало. Что за... Но в тот момент, когда я сделал этот первый шаг, мое зрение исказило. Стало нечетким. Все это было похоже на иллюзию, которая таяла и взмешивалась у меня на глазах. Так пришел конец той жизни, которую я знал. В этот момент я должен был понять. Я попал в Академию Пик Надежды не из-за своей абсолютной удачи. А скорее абсолютной неудачи. Добро пожаловать в отчаяние. Пролог. Вот здесь больше воды, чем в моем дипломе было. Многоточие. Опять заснул. Ну шо такое? Нани? Я за тебя буду говорить или что? Я тебе японскую озвучку для чего врубал? Где это я? Я проснулся. Моя голова лежала на твердой деревянной парте. Я чувствую тяжесть в всем тене. Это вполне нормально для меня. Отключиться посреди скучного урока. А, то есть ты абсолютный проебыватель уроков, да? Как я усну в такой момент? А как я ощутился за этой партой? Я никогда не был в этом классе. Что со мной случилось? Здорово. О, о, о. Почему вы тебе не попробуете смотреть класс? А, ой. Блин, какая странная штука. Ехать. За этой партой я спал. Видно даже полоску слюны, которая осталась после меня. Нужно не забыть ее стерить. Эй, а шо это на парте? Эй, там новенький. Блин, перевод клевый. Музыка, кстати. Новый семестр. Вот-вот начнется. Из сегодняшнего дня эта школа станет для тебя всем миром. Памятка ученика. Какая-то дешевая брошюра. На ней что-то написано. От руки. Новый семестр вот-вот начнется. С сегодняшнего дня это как... Да я только что прочитал это. Какого черта? Кто-то пошутить решил? Да тут, конечно, абсолютный шутник кто-то где-то. Эээ, так понятно, здесь все закрыто. К стене прикручена какая-то металлическая пластина. В любом нормальном классе на этом месте должны быть окна. Ты абсолютно логичен. Но вместо них здесь висят какие-то металлические пластины. Абсолютно наблюдательные. Если по ним постучать... Действительно металл. Это камера наблюдения. Мы живем в опасном мире. Думаю, их установили, чтобы не давать всяким чудакам пройдить по территории академии. Абсолютно нелогично. Ты что, абсолютный идиот? Эээ, пожалуй, мне стоит осмотреть класс внимательнее, прежде чем идти куда-то. Ой, абсолютно заебал меня. Так, о, вот тут телек. Здесь находится телевизор. Эту школу правительство финансирует, так что неудивительно, что у них тут есть телевизор. Но что-то не так. Интересно, что же? Хе-хе-хе-хе. Интересно, интересно... О, время. Господи, не могу поверить, что уже 8 часов. А, ну типа, уже все должны прийти. Как я сюда вошел? Было всего 7 с небольшим. Неужели? Видимо, чувака, который этой школой управлял, уже надоело вот этот вот звездеж. И он такой, так, все. Все, друг. Запомни ебало. Нужно подумать, могло ли случиться так, что я переволновался, поэтому потерял сознание вестибюле, зачем кто-то перенес меня сюда. Если все так и было, то... Это класс Академии Пик Надежды. Но если это правда, то возникает еще больше вопросов. Все это очень странно. Это те металлические пластины на окнах. Обстановка больше напоминает тюрьму. Бессмыслица какая-то. Пожалуй, мне стоит вернуться в вестибюль. Я пропустил начало встречи, думаю, остальные ученики уже там. Ты можешь покинуть класс, нажав на кнопку R или кнопку B. Ой, много говорят, много говорят, мало смысла. Боже, коридор какой-то странный. Да и сама ситуация становится все страннее. Чудеса тебе чудеса тебе. Пойдем и разберемся. Ладно, я пока пойду. Ну так иди. А, я могу прям бегать. Ёбин крабин, вот это неплохо. Так, я могу сюда зайти. Че это такое? Ну это еще один какой-то, наверное. Класс 1B. Дверь крепко-напрепко закрыта. А, то есть это одна из тех игр, в которые я могу бегать. Так, смотри, тут Мишка какой-то нарисован. Здорово, Михалыч. Интересно, куда ведет эта красная дверь? Мне как не по себе рядом с ней. Ну да, медведь обитает. Конечно, не по себе, он тебя сожрет. Так, ты говорил в вестибюре, но я хочу музыку послушать. Давай музыку послушаем. Видеозал. А, ладно, не послушаем. Ого! Вот это скорость, конечно. Пойду в женский туалет. Потому что я абсолютно извращенец. Женский туалет заперто. А зачем мне он? Ладно. Спортзал. А мне туда не надо, мне надо вестибюль. Интересно, зачем здесь эта решетка? Идиот, чтоб дверь тебе закрывать. Ты шо, тупой? Дверь в ручку. Заперта. Так, а что тогда вестибюль? Сюда такое. Вот это, наверное, вестибюль, да? А, вот вестибюль. Единственная открытая дверь. Я абсолютно не заметил. К тому времени, как я вернулся в вестибюль, все остальные уже были там. О, тяги. Вот это у тебя прическа, слушай. Два пальца в розетку, и вот это будет у тебя. Передо мной стояли абсолютные ученики, выбранные школой. Я смотрел всех собравшихся и взглянул каждому из них в лицо. Абсолютно заебал. Может, это мое воображение? Но, клянусь, я чувствовал нечто вроде ауры, исходящей от каждого из них. Стенды. А, новая хата, да? А, новая хата, и теперь мне надо в них разбираться. Эм, как дела? Меня зовут Маккото... Ой, нет, подождите, какой Маккото? Меня зовут Андрей. Андрей наеби. Извините, я опоздал. Много всего произошло, а потом каким-то образом я просто уснул. А? Ты тоже? Ситуация становится все страньше и страньше. Очень странно. Да являю без тени сомнений, что это действительно очень странно. О чем вы говорите? Лично я совсем не понимаю, что происходит. Минуточку. Мы должны еще кое-что обсудить. Маккото, твое опоздание неприемлемо. Уверен, все были в курсе, что на собрании это поджидается от ровно восемь. Опаздывать в первый же день непозволительно. На, я обязан доложить об этом, а ты принять должное наказание. А? Это Иван? Что с тобой? Мне похоже, чтобы он хотел опоздать. Просто он не мог ничего с этим поделать. Народ, просто успокойтесь. Слушайте, почему бы нам всем не познакомиться? О! Ладно, давайте представимся друг другу и поговорим. Я все еще ничего не понимаю, но пока что лучше просто сосредоточиться на знакомстве с остальными. Для начала поговорю с этой пятеркой. Хиотака? Так, но нам надо придумывать, как их нормально называть, потому что ну это что такое? Токо Фукало. Токо. Леон. О, Леон, ну это резидент. А это... Герцогуша. Дарова, ты сюда. Это Герцогуша еще во время его обучения в школе. Так, дарова. Эй, йоу. Яки атака и шимара. Мой девиз простота и открытость. Давай вместе будем грызть друг другу глотки. Понял тебя. Его простота. Хорошо. Абсолютный дежурный. Говорят, он ставит правила превыше всего, поэтому заслужил титул абсолютного дежурного. Говоришь, тебя зовут Андрюха? Хорошее имя, сильное. А то. Тебе стоит поблагодарить своих родителей за столь отличный имя. Мама! Благодарю. Жизнь стоит каждой капли вложенных в нее усилий. Верно? Верно. Этот парень слегка раздражает. Согласен. Так, ну давай с тобой. Все равно ты навряд ли запомнишь мое имя, но я Тока. Тока Фукава. Ну давай, я не знаю, будешь... Ну пусть будет Тока. Подходящее имя. Кто ты? Абсолютный писатель. А, она фанфики пишет. Все ее произведения моментально становятся бестселлерами. Именно поэтому она известна как абсолютный писатель. А еще как можно назвать столь юного и талантливого автора? Но я думаю, она будет прям муси-пуси. Поскольку шедевром признан любовный роман и... Что? Невежливо так пяляться, знаешь ли. Кончи пяляться на меня, будто я какой-то грязное животное. Грязное животное? Не, я просто подумал... Знаю я, что ты просто подумал. Ты просто подумал, что никогда не видел такую красавицу. Ты просто подумал, это так весело. Нет, не то, о чем я подумал. Заебешь меня, мразь! Еще раз посмотришь на меня своими, сука, грязными глазами, и я на тебя подам феминисткам. Они тебя уничтожат. Я знаю, что права. Иначе ты... Я просто знаю, что тебе мерзко смотреть на меня. Да и плевать. Мне все равно, я привыкла. Ой, ну вот что такое, вот это началось. Вот она душная, она неприятная. Вот это комплекс неполноценностей. Здорово, я Саяка Мидзону, Иван. Мне не терпится получше узнать тебя. Абсолютная поп-звезда, Иван. Он абсолютная поп-звезда, поэтому его лицо часто мелькает на телевидении и в журналах. Но, честно говоря, я удивился не только тому, что она будет учиться в этой школе. Уверен, она не помнит, но... Ладно, забудем. А, мы, видимо, с ней давным-давно были знакомы, да? А, ладно, забудем. Как ни посмотри, он очень красиво. Почти как кукла, или вроде того. Ее не кукла, знаешь ли. Я живая. А? Ты что, слышала меня? Я телепат. А? Шучу. У меня просто очень хорошая интуиция. А, эй, а ты случайно... Теперь ты что? Да, ладно, наверное, не важно. Я уверенно... Эй, Андрюха, ты... Боже, ребята! Сколько вы еще... Я только хотел поговорить с красивой девушкой! Что ты вот это отстрелаешь? Долго вы еще будете тратить наше время, понятно на что? Извини, просто немного увлекся. Временно знакомство отводится для того, чтобы представиться друг другу, а не для пустой болтовни. Ты прав. Извини, Андрюха. Мы можем поговорить об этом позже. Ой. Пис. И растворилась такая. Здорово ли он? Шо ты? Абсолютный бейсболист. А-а-а. Это Леон из Брау Старса. Я понял. Я узнаю это имя. А, это ты? Он играл за чемпионов на соревнованиях среди старших школ в роли клинап-хиттера. Абсолютный бейсболист. Ты серьезно? А? Шо не так? Ничего, я просто удивлен. Я подумал, раз ты являешься абсолютным бейсболистом, и... Что? Ожидал увидеть пацана с бритой головой? С бритой головой? Не-е-е. Я просто ожидал увидеть типичного спортивно выглядящего игрока в бейсбол. Но когда я нашел в сети статью про тебя с твоей фотографией, ты выглядел именно таким. А-а-а, да брось. Ты нашел ту фотку, где я в бейсбол играю? Серьезно? Ха, я ненавижу ее. Это не круто, это совсем не круто. Реально, мне сейчас типа прям очень неловко. Да и у меня выбора не было, понял? Бритая голова это что-то типа правила чемпионата. А сейчас я отказываю стричь волосы, обратно родной цвет их тем более не перекрашу. А вообще, я могу быть полностью честным с тобой, да? Не люблю я бейсбол, от слова совсем. Я даже на тренировках-то не был. Никогда не тренировался, но все равно лучший игрок команды? Да у него нереальный талант. И как только я сюда поступил, так сразу бросил бейсбол. Навсегда. У меня другие планы на время. Планы на будущее? Мой жизненный путь музыка. Чуешь эту звездную ауру вокруг меня, а? Я буду певцом. Так что нужен композитор, кто-нибудь с гитарой, мы в деле. Пой, сука, пой, давай. А-а-а, бой. Давай, давай, готов? Это новая версия меня, ручшаяся к своей мечте. Она прям супер-мега-офигительная. Ушам своим не верю. У меня и в мыслях не было, что подобное скажет звезда бейсбола. Ладно, Лёнь, давай, увидимся. Герцог лучшая. Я Бароша. Мой псевдоним Альфа и Омега. Можете называть меня так, я не возражаю. Это что, Библию, что? Абсолютный автор... А, он автор Манги. Мангу пишет. Кстати говоря, как много вы знаете про мир 2D искусства? 2D тяночки. Мир 2D? No. В этом мире я хорошо известен и весьма почитаем, как абсолютный автор Додзинси. Для простых смертных любительских комиксов. Однажды я продал 10 тысяч копий своей Додзинси на школьном фестивале. Это событие стало легендой. Чё, кто не понял моего искусства, разумеется, говорили, что я испоганил весь ивент. Насколько же глупыми нужно быть? Согласен с тобой, Бароша. Согласен. Бароша, ты тупо лучший. Я тоже купил твою мангу среди тех ребят. Ты не помнишь, да? Жаль их, конечно. Но вот так продать 10 тысяч копий, это впечатляет. Спору нет. Слова подобных идиотов ничего не значат для меня. Я как Ван Гог, абсолютно не признан при жизни. Я фанат, ведущий борьбу и днём, и ночью, чтобы развеять все бездумные истории о фанатском творчестве. Я уверен, если бы вы взглянули на мою работу, вы бы тоже сразу постигли её величие. Если ты не знаешь, что такое Бароша, посмотри Резидент, ты поймёшь. Ведь она наполнена глубочайшим смыслом. Что? Каким именно смыслом? Моя работа про принятие наших низменных желаний. Порнуху пишешь? Не думаю, что хочу постигать подобное. Он пишет порнуху. Шишка встала. Так, теперь поговорю со всей этой пятёркой. Приветик, я Янка. Как делишки? Яой или Аой. Янка, абсолютный пловец. Пиздёж, пиздёж, пиздёж. У пловчиха такие плечи не будут. Абсолютный пловчиха, у неё будут плечи выше тебя. Больше тебя. Они охренительно здоровые будут. Так что это обман. Её способности, внешность и пропорции широко обсуждались в сети. Ищи себя на фотографиях. Агропрома. Ещё раз, как тебя зовут? Меня зовут Андрюха, наеби. Я знал, что как-то так. Не как-то так, а именно так. Какой я душный. Андрюха, наеби. Андрюха, наеби. Она так продолжала повторять моё имя и водить пальцем по ладони, будто что-то записывая. Что ты делаешь? А ты не знал? Если хочешь запомнить чё-то имя, нужно написать его на руке три раза. Никогда о таком не слышал. Эй, кстати, а как правильно пишется твоя фамилия? Как слышится, так и пишется. Я без понятия, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Тогда узнаю, запишу её позже. В любом случае, рада познакомиться. Что, я какой-то душный? Точно, я тоже. Ну, кое-что я выяснил точно. Она очень дружелюбна и полна энергии. А я до неё что-то докопался. Здравствуй, приятно. Это... Это же Сайори. Это Сайори. Я Чихиро Фуджисаки. Абсолютный программист? Шито! Извини. Я всегда немного смущаюсь, когда нужно перед кем-нибудь представиться. В любом случае, надеюсь, мы повадим. Я тоже. Приятно познакомиться. А? Возможно, это просто моё воображение, но мы раньше не встречались? Эм, не думаю. Мы видимся впервые, поэтому я и говорю, приятно познакомиться. Ну да, ты прав. Прости. У него... У него голос похож на парня. Это трап! Это трап! Отдай мне всё... Трап! Чувствую! Чувствую! Троповые! Троповые наклонности! Ну да и похуй. Ай-яй. Попрограммируем на С++. Так сказать. Выебим друг другу мозг. Из-за образового робкости языки-стесняки у неё толпа фанатов. Даже если парень, запиши меня к ним! Эм, слушай. Да шо ты плачешь-то уже? Хватит плакать! Ща в армию тебя сдам! Та тебя быстро сделают нормальным! Извини, пожалуйста. Я шучу, если что. Ты за что сейчас извиняешься? Ну просто... Ты, похоже, расстроился. Злишься на меня, да? Да ладно тебе, нормально! Ну парень, парень, шо у меня нет никаких предрассудков на эту тему. Всё хорошо. Знаешь как? Присутствие лишнего, не отсутствие лишнего. Так что нормально. Знаешь, девушка с сюрпризом. А сюрпризы я люблю, так что давай. А? Растерялся? Именно. Я вовсе не расстроен. Я просто не видел таких пока что, как ты. Ну типа в жизни ни разу не видал. А, хорошо. Мне сначала показалось, что я тебе не нрав... Да нормально, программировать будем на плюсах. Нормально, научишь меня чему-нибудь. Хе-хе, здорово. Да вообще отлично я тебе говорю. Кажется, я начинаю понимать, что в ней так ценят её поклонники. Шо, она поныла? Тебе нравится, когда ноют? Извращенец. Мы стоим и молчим друг с другом. Я могу узнать твое имя? Меня зовут... Кёкох Киригири. Абсолютно... ХЗ. Анна, не из болтливых я, не так ли? А, да, точно. Её имя не появлялось той в теме на форуме. Я видел, там были такие же ученики, как и я. Чьё имя или внешность не были известны. Значит, эта девушка одна из них. Так, что ты делаешь в этой академии? Что это должно значить? Ну, просто сюда получают приглашения только всякие абсолютные, да? Так какой у тебя абсолютный талант? Блин, она милая, я не знаю. После Ивана она мне больше всех нравится. Почему я должна тебе говорить? А? Ну, ты не должна, если не хочешь. Раз не должна, то и не стану. Ну, ладно. В сети про неё ничего не было. Поэтому я подумал, что её выбрали случайно, как и меня. Но её лицо подобно стальной маске. Если она не хочет мне ничего говорить, нет смысла спрашивать. Вот и поговорили. Сакура! Кто-нибудь ударьте! Накажите меня! О май, боже мой. Нет, это же лучшая девочка! Не трогайте её!